прямо сейчас поведу рассказ о первой победе тбилисского динамо над клубом европейского топ уровня миланским интернационале осенью 1977 года как подходила к этому противостоянию грузинская команда под руководством надара парсадановича ахалкации кто играл в ней первые скрипки и как добивалась то славная виктория обо всем по порядку и так тбилисскому динамо поначалу жутко не везло с еврокубками потому что никак не удавалось в них стартовать сначала советские чиновники давшие добро на выступления клубов ссср в европейских клубных турнирах с осени 1965 года решили перестраховаться и устроили пробу пера только в кубке обладателей кубков где стартовали киевские динамовцы а вот с кубком европейских чемпионов решили не спешить и тбилисская динамо осталась без евро старта на который заслужила в 1971 году уже чиновники уефа начудили сначала уведомили федерации футбола ссср что в новоиспеченном кубке уефа стартует два советских клуба спартак москва и динамо тбилиси и грузины начали готовиться к дебюту но потом в европе передумали и от союза сыграл только спартак тбилисты снова в пролете их евро дебют состоялся год спустя 13 сентября 1972 динамо в тбилиси одолела твенты из нидерландов 3-2 правда в гостях 02 зато на следующий сезон грузины в том же кубке уефа прошли двух своих первых соперников болгарскую славию из софии и югославской овка но свой первый настоящий евро экзамен топовым клубом английским тоттенхэмом провалили с общими 26 следующая страница еврокубковой истории динамо тбилиси началась с момента когда клуб на посту старшего тренера возглавил бывший начальник команды а халкаций и сразу же успех кубок ссср 1976 фрагментами которого все и наслаждаются все это время правда триумф советском кубке сменился провалом в кубке кубков когда после прохода среднего кардив сити из уэльса с общими 31 пошел домашний влёт венгерскому мтк 14 а потом и в гостях 01 там правда матчи игрались очень плотном графике осеннего чемпионата союза и накопилась усталость но это не отменяет факта провала в европе близкого динамо и вот осенью следующего 1977 года близкая динамо снова выходит на старт в кубке уефа где слепой жребий выбрал соперники миланский интернационале с капитаном легендарным джан читов акетти то что интер после финала кубка чемпионов 1972 пребывал не в лучшем своем состоянии факт который тем не менее нисколько не уменьшал топовость этого клуба так что динамо тбилиси выпало сдавать испыт на зрелость экзаменатору европейского высшего класса 14 сентября 1977 года на знаменитые стадио коммунале де сансиро подгам 45 тысяч горячих итальянских тифозе вышли давид гогия томаска стала перу скантеладзе что-то хинчагашвили давид муджири гоча мачаидзе манучар мачаидзе капитан вахтанг коридзе владимир гуцаев давид кипиани ромас шенгелия замена виталий дороселя 86 минута в запасе были реваш челевадзе александр чевадзе вахтанг копилайшвили и вратарь отар габелия грузины учли свои ошибки прошлого когда в крайних проигранных поединках мтк и тоттинг ему перед этим уступали соперником воздух и расплачивались разгромами на сей раз полный контроль второго этажа защитники полузащитники тбилисского динамо действовали настолько самоотверженно что голкиперу гогия почти не приходилось вступать в игру в общем настрой на поединок у динамовцев был самый что ни на есть боевой они правда намеренно уступили инициативу интеру но уверенно контролировали приход матча лишь однажды на 75 минуте позволил проверить реакцию гогию именитым хозяевам поля которые играли таким составом ивана бордон грациана бини на царе на канути адриана федели замена джузеппе борезе 76 минута анджелина госпарини джанчит о факете капитан александро скантьяне замена джузеппе по войны 67 минута габриэли о реале александро альто бели джан пьеро марини карло мураро лучшим игроком на поле был неподражаемый давид кипиани который и забил победный гол воспользовавшись грубейшей ошибкой капитана интера опытного факете 1 0 на 77 минуте признаменовала что-то наподобие финального штурма который тбилисты с честью выдержали главный тренер интера эудженио барселини сделал кардинальные арк выводы из домашнего поражения от динамо пошли изменения в составе интер побеждает чемпионате италии веченцию в гостях 21 и наполе дома 1 0 в этом матче травмировался факете так что в тбилиси интернационале прилетел без своего капитана но с огромным желанием отыграться про что говорит один факт барселини по прилету в тбилиси повез свою команду не в отель а сразу же тренироваться на газоне стадиона динамо так что 90 тысяч зрителей стали свидетелями упорной борьбы где забить могли обе команды особенно под занавес поединка альтобели у итальянцев а потом гуцаеву грузин но нули на табло так и не изменились что означало одно динамо тбилиси оставляет интер за бортом кубка уефа дальше цитирую гаруна окопова и советского спорта первый и главный вывод который можно сделать по итогам двух матчей растущая боеспособность динамовского коллектива готовность каждого игрока бороться за мяч на любом участке поля позволяет тренером ставить о команде выполнять все более сложные те тактические задачи игры с интером сказала халкалцы показали новые качества наших игроков и показали их с новой стороны мы конечно довольны результатами двух матчей но должен сказать что они показали нам и наши недостатки в частности у нашей команды недостает опыта выступлений в турнирах подобного рода против ожидания доволен оказался выступлением своей команды в тбилиси и барселине в команде победительницы он отметил кипиани гуцаева и манучара мачаидзе радости конечно было после той победы много как в руси так и по всему ссср ведь тбилисцы доказали что могут побеждать команды мирового топ уровня и легкий проход датского кб копенгаген с общими 62 в следующем раунде настраивал всех на позитивный лад только вот потом последовал холодный душ от швейцарского гроссхопперса когда после тбилисских 1-0 грузины получили в ответке 1 8 финала кубка уефа 4 безответных мяча в свои ворота так что подопечный махалкалцы было еще много работы над своим характером и мастерством общекомандным прежде всего время успехов к этой незаурядной команде придет очень скоро чемпионы ссср 1977 года победа в кубке союза 1979 и кубки обладателей кубков 1981 о чем уже рассказал на своем канале футбол витсаныча или сокращенно футбол сан кстати в 1979 году тбилисцы одолеют еще одного европейского гранда причем в период его расцвета английский ливерпуль о чем еще поведаю с вами был саныч до новых встреч